приветствую вас кремле разрабатывает план защиты россии от вторжения китая да 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 не удивляйтесь сначала россия вляпалась приумпом этого слова войну в украине сейчас они понимают что войну это они проиграли в щен заявление официальное не обращайте внимание они врали все время и сейчас врут то великой победе это все чушь понимаете так не бывает чтобы страна которая типа победила на коленях на коленях просит о переговорах так не бывает вообще как правило все наоборот переговоры просит сторона который проиграл а тут получается постоянно заявляет кремль что не победили и постоянно на коленях ползает перед украиной просит переговоры постоянные посылать по этой причине действительно кремле реально опасаются что китай ну просто что называется введет войска на китайскую территорию потому что вы обратили внимание что китайской средства массовой информации и города уже начали называть по-китайски которые в российской федерации и вспомнили что оказывается когда-то был такой нерчинский мирный договор который потом незаконно российская империя переписала потом вспомнили про историческую судьбу до действительности взять историю китая ну там взять хотя бы историю хань то большая часть дальнего востока этого входила в составу перехать так было было так что история как бы вы же сами понимаете начал это же путин чтобы вот ну так постойте но если вы вспомнили про историю давайте мы вспомним перехали это величайшая так сказать страница в истории китая а помощь и по силе где-то даже превосходила римской империи и тут видите историческая несправедливость надо восстановить и по этой причине кремля абсолютно реально опасается что китайские зеленки зеленые человечки просто зайдут и все и по этой причине действительно готовятся они опасаются они пытаются при этом понимает что для китая наиболее была приятная ситуация сами понимаете российские войска полностью вязали в украине потери колоссальные но даже в штабе министерства обороны российской федерации в общем то признают что потери просто колоссальные и волны мобилизации которые постоянно проводят не спасает они бросает погибает бросает погибает бросает и тут же боятся что ну а граница то с китаем открыта вы же не забывайте что практически все боинские части которые раньше были прикрывали россию от китай теперь бросили на фронт и их уже не существует кадровых не существует уничтожили все мобики здесь мало что помогает и вот эта вот ситуация да имеет место по этой причине боятся да понятное дело что сейчас китай экономически захватывает россии и обратили внимание как унижался путин когда приехал товарищ унижался просил клянчил там просто фактически ну что называется на коленях стоял на коленях причем вы же обратили внимание как китай очень интересно ведет свою политику так знаете пальчиком чуть-чуть раз и все и россиян все соглашается то вроде бы нельзя лес поставлять но китай немножко пальчиком раз и оказывает ресторан нельзя китай можно причем обращая внимание лес россия продает практически бесплатно почему китай же поставил условия что мы рассчитываться с вами только по бартеру вы бы должны покупать китайские товары да 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 никакой валюты даже китайские юань и те ограничены с газом вы слышали что россия продает газ со скидкой 70 процентов ну скоро я так понимаю скоро россия будет продавать газ китай еще и доплачивает за то что китай покупает да нет то же самое колоссальная скидка опять же китай даже юаню платить не хочет даже ну вы слышали что мишустин заявил приняли решение о том что китайским компаниям концессию передаются громадной территории на дальний восток да это ну попытка кремля как бы задобрить не вот эти вот они опасаются думать мы час с вами так давайте так сказать подарок вам от концессии да да берите берите то есть не нападайте только потому что нам хана ну и сами понимаете что если китайская армия начнет дай боже возле урала остановится если не возле москвы все и в россии это понимает хорошо понимают по этой причине боятся по этой причине и готовят разрабатывать как что где разрабатывать то можно сделать ничего потеряли страну полностью потеряли ну вот кремле потеряли страну теперь я не знаю что сделать шарахаются как туда они понимают что ну конечно можно что называется все китай забирай половину россии только спаси московь и московь и да да тучий вопрос и таки ну и самая свежая новость китай сказал карт карточки мир все но вы помните когда вот вели санкции тут же сразу все бросились вот мы из китая их не платежная система карточки мир интеград все типа бояться нечем сейчас к это все да наша платежность нет китайская работа но только карточки мир с ним абсолютно то есть другими словами так понимаю что китай навекает что граждане россии должны выбросить карточку мир и оформить китайские платежные то есть другими словами вот представьте на минуту став жители россии пользуется китайскими платежными карточками не российским том что карточка мир не платит не работа а китайским платеж все то есть грубо говоря получается что денежный оборот в россии контролируется китая да китай видно по действиям ну как бы готовиться к захвату россии нападет ли он с помощью танков самолетов это еще вопрос хотя ну там даже возможно поймете к ситуация китай даже если вот просто войска пойдут ну вы сами понимаете что никто же сопротивление сильно не окажет какое сопротивление китайская армия на наш побольше и в общем-то понимаешь не может просто ну что называется зайти тоже иркутск но сибирск куда дальше владивосток хабаровская это однозначно возьмут под контроль туда же думать не приходится а вот пойдут ли они дальше омск сложно сказать возможно да вообще по большому счету переговоры между сша китая по поводу раздела российской федерации велись и я так понимаю сейчас ведутся до китай очень хочет чтобы такая сфера влияние или скажем граница проходила по уралу что сибирь с его богатством дальний восток естественно отходит в интересы китай сша против сша соглашается только на дальний восток да хорошо дальний восток отходит за китаем а вот сибирь нет торгуется ну вы сами понимаете нефть но вышли хуже меня понимаете что когда китай возьмет под контроль сибирь то по большому счету он сам себе будет продавать газ нефть и добывать и так дальше ну и и вы не хуже меня понимаете что китай и переселение китайцев на территорию российской федерации это в общем то вопрос уже решен да действительно для китая это довольно как бы выгодно решение вы сами знаете что китай из регионы где довольно много населения и они вообще-то рассматривают вариант что а почему действительно вот за векалия приморский край ну не расселить какую-то часть китайского населения тем самым снять напряжение с отдельных регионов китая и да действительно вполне это осуществимо реальной тем более вы понимаете что на сегодняшний момент до китай ведет торговые войны из сша и будет вести скандали все это будет разница заключается в том что я виду торговые войны а за россии не торговая не захват или экспанс то есть потому что давайте они поняли что россия проиграла не поняли что путин тянул бессмысленную войну с которой однозначно и момент момент да ну сами понимаете ослабленная империя который развалится на глазах почему не взять под контроль вполне возможно и действительно данной ситуации можно согласиться с генштабом министерства обороны российской федерации что какие-то плана до защиты от китай другое дело что и уж нельзя реализовать план то сделать можно реализовать него сможет вот так вот ситуация так что россия ждет нападение китая но нападение уже началось экономически китай уже порабощает российскую хотя не российскую там даже в китае часто называют бывшая территория российской федерации китайская провинция рашка так это теперь называется да была когда-то государство россия да царь дураком оказался что сказать такая судьба в россии витаю вас ну якщо дивитесь мой канал значит щось зацікавило тому я пропоную вам стать спонсором моего канала заходите на титульную стримку моего канала тисните кнопочку спонсорство и два пакети для спонсоров дешевше не буває и клуб экономичной мудрости дешевше не буває це перш за все для тих спонсоров які хочуть подивитись премьерний показ эксклюзивного відео поспілкуватись позадавати запитання під час стриму и отримати відповідь клуб экономичной мудрости ну це вже якщо ви хочете зайнятись бізнесом і не розоритись інвестувати гроші не лише в украине а и за кордоном і як це зробити правильно щоб був прибуток ну и податки правильно сплатить ну и самое основное клуб экономичной мудрости це про экономику але настільки простими словами що навіть якщо ви не економіст розумієте так що ставайте спонсором не пожалкуйте